Энергетикам Свердловской области больше не нужно собирать кипу документов и получать разрешение на возведение сетей при строительстве жилых домов и социальных объектов. Например, для Екатеринбурга это была целая проблема. Теперь же инициативу энергокомпании об упрощении схемы тех присоединений поддержал губернатор региона. Роман Марьяненко о плюсах нововведения. Эту траншею копают для того, чтобы уложить в нее высоковольтный кабель, который даст электричество новому детскому саду. Однако рыть землю можно не везде. Есть риск повредить уже имеющиеся здесь коммуникации. На подмоге геодезист. Он как сапер подскажет, где есть неприятный сюрприз. В данный момент я сейчас пробиваю трассировку на наличие электрических кабелей и других коммуникаций. Это у нас здесь кабель находится на глубине около метра и более. То есть он показывает его расположение. Несмотря на сложности, уложить 400 метров кабеля для опытной бригады – невеликий труд. До конца недели работы будут закончены и детсад запитают от подстанции. Вот мы сегодня копаем второй день. То есть траншею вы видели, мы уже прокопали больше половины. То есть остается у нас прокопать сегодня-завтра. Мы будем заканчивать уже. Потому что у нас благоустройство, садик тоже сроки. Соответственно, мы тоже спешим. В этом-то и парадокс отмечают Свердловские энергетики. Быстро подключать объекты к сетям – не проблема. А вот различные согласования и экспертизы – это многомесячная головная боль. Для того, чтобы нам построить электрические сети, нам нужно затратить столько времени на получение различных согласований и разрешений, сколько на любой крупный объект недвижимости. Будь то это торговый, офисный центр, либо жилой дом. Теперь все будет иначе. Навстречу электросетевым компаниям пошли областные власти. Накануне губернатор подписал закон, который разрешил энергетикам строить свои воздушные кабельные линии мощностью до 20 кВт, не получая для этого специальных разрешений. Отпала потребность проходить госэкспертизу и упростились правила проектирования. Результат – сроки подключения новых объектов к электросетям сократятся в среднем на три месяца. В правительстве признаются, что думали об инвесторах, ведь их интерес к строительству в регионе часто зависит от количества препонов. Мы нашли после долгих разговоров, обсуждений, вот ту грань, которую мы, регион, считаем, можно позволить для того, чтобы просить в этом плане инвестиционные процессы. Тем не менее, в правительстве отметили, что сокращение количества согласований не означает, что требования к качеству работ для энергетиков станут проще. Это бумажные волокиты поубавятся, но жесткие рамки технических правил никто не отменял. Роман Марианенко, Юрий Чернышев, информационная программа «День Екатеринбург». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова